достучаться до небес мчс проводит профилактические рейды нам важно убедиться что у них все исправно все хорошо кто в центре внимания дорога в один конец гаи усилила контроль за нетрезвыми водителями алкоголь является одной из наиболее частых причин дтп безумие или отвага в поисках легких денег в беларуси появились новые виды интернет-мошенничества позвонили сказали что выиграл там сумму денег так ли просто распознать афериста это сирена громкий чип и за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте беспечность халатность и алкоголь причины большинства пожаров полтысячи возгораний 70 погибших с начала года статистика говорит сама за себя чтобы предупредить беду сотрудники мчс напоминают о простых но жизненно важных правилах ольга васенда про безопасность в каждый дом неисправное печное отопление было есть и будет одной из популярных причин трагедии чтобы избежать беды достаточно знать и выполнять несколько простых истин вовремя обслуживать отопительные приборы соблюдать элементарные меры безопасности но тех кто пренебрегает правилами много об этом кричит статистика с начала года в стране произошло больше 500 возгораний в которых погибли 70 человек смотрите аккуратно вот с лавами хорошо все закрывается все в порядке хорошо спасатели постоянно посещают тех кто в зоне риском пожилых инвалидов и любителей горячительных напитков нередко главными виновниками чп становятся сами жильцы особенно часто это встречается там где есть алкоголь правда хороший пример тоже есть ответственные граждане знают чем чревато небезопасное отношение к отопительным приборам и не рискуют своим имуществом и жизнью ну как похода не вытоплю я никуда не хожу ничего когда закрою трубу посижу еще потом магазин могу сходить а так я никогда не ухожу в печи не должно быть трещин и щелей обязательно использование притопочного листа главная задача спасателей не наказать а подсказать под особым контролем состояние систем отопления дымоходов и электропроводки граждане продолжают использовать то или иное средство для получения тепла нам важно убедиться что у них все исправно все хорошо и это не приведет непоправимым последствиям таким как пожар формате открытого диалога огнеборцы напоминают о правилах и молодежи беда может прийти откуда угодно поэтому важно знать как себя вести в случае чп главная задача профилактическая акция мчс научить всех от мала до велика ответственному и безопасному поведению ольга восьм до станислав чечерин сирена парка стене ломит на выходных бобруйске горела баня чп произошло в субботу ближе к вечеру по второму периодку механизаторов в тот момент хозяева находились на улице они-то и вызвали мчс в результате повреждена внутренняя отделка под угрозой были и ближайшие постройки спасатели предложили все усилия для того чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать данное возгорание в результате которого никто не пострадал причина выясняется незадолго до этого сгорелся трактор на территории молочно-товарной фермы в бобруйском районе работникам хозяйства удалось ликвидировать возгорание еще до приезда спасателей а за день до этого горел легковой автомобиль в агрогородке телуша в обоих случаях никто не пострадал в причинах разбираются специалисты по кривой дорожке гаимоголевской области на выходных остановило 12 пьяных водителей троих в бобруйске несмотря на ужесточенное наказание нетрезвые автомобилисты то и дело мелькают в заголовках сми это с учетом того что при повторных эпизодах предусматривается уголовная ответственность и конфискация авто вне зависимости от того кто собственник о том о чем сложно молчать в следующем сюжете страшная авария в чаусах потрясла всю страну одна ошибка и трое погибших 25-летняя водитель ауди не справилась с управлением на перекрестке и врезалась в дерево от удара иномарка загорелась как позже выяснилось вечером подруги собрались культурно отдохнуть домашнее застолье продолжилось в припаркованной машине когда закончилось спиртное позвонили знакомому и попросили отвезти их за добавкой на ближайшую аз с не дождавшись его приезда нетрезвая компания уехала на встречу смерти при изучении личности женщины водителя следователи установили что ранее она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по результатам судебной экспертизы в ее крови обнаружено два с половиной промилле алкоголя автотехническое исследование показало что водитель превысила установленную скорость движения более чем на 28 километров в час виновником дтп с летальным исходом стал нетрезвый водитель пьяный вылетел на встречную полосу и угодил под грузовик список страшных заголовков в сми можно продолжать бесконечно алкоголь и дорога несовместимы увы такой истинно придерживаются не всем подобное происшествие далеко не редкость только в бобруйске с начала года инспектор остановили 32 автомобилиста под шофе троих на этих выходных алкоголь является одной из наиболее частых причин дтп и создает угрозу для жизни и здоровья всем участникам дорожного движения тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями мы обращаемся гражданам не оставаться в стороне и сообщить по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников дорожного движения в 2021 в беларуси ужесточили наказание за пьяное вождение если в крови обнаружено от 0 3 до 0 8 промилле нарушители ожидает штраф в 3700 рублей плюс водитель станет пешеходом на три года при сильном опьянении а это свыше 0 8 промилле сумма в два раза больше в таком случае удостоверение заберут на пять лет при повторных эпизодах предусматривается уголовная ответственность и конфискация авто вне зависимости от того кто собственник очень плохо что вот так относятся люди садятся нетрезвом состоянии за роль автомобиля тем самым подвергая опасности других других водителей других пешеходов которые ни в чем не виноваты отношусь очень отрицательно но как бы ни с кем не сталкивалась слава богу и сама этого придерживаясь чтобы не дай бог потому что есть дети у нас которые нельзя ни в коем случае подвергать опасности за минувший год в могилевской области произошло 373 дтп в которых погибли 49 человек смерти 29 так или иначе связано с употреблением алкоголя действия пьяных водителей трудно предугадать часто выпивший сам не понимает насколько это рискованно дорога источник повышенной опасности она играет по правилам которые нужно соблюдать ульга васенда станислав чечерин сирена голь на выдумку хитра в бобруйский водитель скрылся с места дтп а через пару дней заявил в милицию о повреждении авто 44-летний местный житель врезался в припаркованную опель вышел осмотрел повреждение и спокойно уехал через два дня правонарушитель обратился в милицию сообщил его транспортное средство повредили неизвестное сотрудники гаи подняли записи с камер видеонаблюдения где все зафиксировано бобруйчанину грозит штраф и лишение прав до двух лет все следы в цифре мошенники из интернета продолжают наживаться на доверчивых белорусах в 2022 аферисты украли более 18 миллионов рублей 17 процентов от всех правонарушений стране приходится как раз на киберпреступления несмотря на такой послужной список воры продолжают придумывать новый сценарий обмана карина гуревич промониторила мессенджеры научно-технический прогресс не стоит на месте интернет давно и прочно вошел в жизнь каждого человека но цифровизация имеет и обратную сторону современные технологии не только комфорт но и новые проблемы для граждан которые становятся жертвами циничных мошенников это уже не проблема а война между добром и злом последнее как известно никогда не дремлет один из новых сценариев мессенджеры приходит сообщение проголосуйте за моего ребенка отправитель якобы друг или родственник в самом тексте ссылка переходим по ней чтобы оставить свой голос необходимо ввести номер телефона затем полученный код после выполнения процедуры самая интересная часть постановки аккаунт взламывают и используют персональные данные для махинаций самый надежный способ защитить себя двухфакторная аутентификация или проще говоря несколько этапов входа первые логин и пароль второй специальный код который приходит по смс или на электронную почту известная фраза красота требует жертв стала девизом и некоторых мошенников так от действий воров пострадали 20 девушек они хотели стать участницами престижного бьюти конкурса при этом сами искали объявления в соцсетях и не зная того писали мошенникам последние просили сделать видео визитку заключить договор и перечислить деньги за год набежала сумма свыше 46 тысяч рублей вы со своими близкими проводите беседы с пожилыми конечно с мамой с папой да обязательно с дочкой они у вас научные конечно обязательно позвонили сказали что выиграл там сумму денег так и так надо переслать как свои данные со своими пожилыми родственниками наблюдать за ними и объяснять что сегодня новые технологии к сожалению не только прямо использую но и для мошенников хороший вклад по телефону просили предоставить информацию о карте и чем завершилась история но люди не верят последнее время присылали мне смс-ки на ваше имя получен перевод там то но я сразу чистила вайбер один из самых популярных мессенджеров у преступников в феврале на звонок решила ответить преподавательница одного из бобруйских колледжей на том конце интернет провода человек представился сотрудникам милиции под предлогом предотвращения оформления кредита разузнал нужные данные присвоил себе 10 тысяч рублей с карт счета женщины в бобруйского горисполкома информирует чтобы не стать жертвой мошенничества нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах и все же самый распространенный способ обмана алло мама у этого сценария нет возрастных ограничений чтобы не стать жертвой мошенников нужно помнить одно простое правило доверяй но проверяем ведь у киберпреступников нет ни стыда ни сожаления только выверенные действия манипуляторов для которых все остальное лишь объекты наживы карина гуревич дмитрий шевцов сирена могилеве задержан вор гастролер который ночью проникал в торговые объекты милицию заявлениями обратились владельцы нескольких торговых объектов у которых было похищено имущество в результате разыскных мероприятий был арестован 29-летний витебчанин места мужчина присматривал заранее его интерес привлекали магазины и объекты соцобслуживания так как помещения не были оборудованы сигнализации за несколько дней своей преступной деятельности в областном центре фигуранту удалось похитить около двух тысяч рублей возбуждено уголовное дело это была сирена ну а больше новостей ищите в интернете и соцсетях я кристина рьянц увидимся через неделю